Всем привет! В свое время зрители с удовольствием шли в кинотеатры, чтобы увидеть легендарный фильм «Мужики». Эта картина стала лидером проката. Главную роль в ленте сыграл Александр Михайлов, а компанию ему составили начинающая актриса Ирина Иванова, которая сыграла роль девочки Полины, и еще два мальчика. Для режиссера Искры Бабич фильм «Мужики» стал четвертой самой известной работой. Режиссеру на съемочной площадке пришлось нелегко. Надо было управлять не только процессом, но и детским садом из трех детей. Особенно много хлопот доставляли братья, которым было по 4-5 лет. Они носились по лестницам, играли, шумели, таскали реквизит, словом, развлекались как могли. И поэтому кто-то обязательно должен был все время ходить за ними по пятам. Ира Иванова сыграла роль деревенской девочки-сироты, без отца и матери, с двумя младшими братиками. Ирина не понимала, почему ее героиня должна расстраиваться от того, что со двора уводят корову. Для юной актрисы вся деревенская жизнь была в новинку. Фотографии юной актрисы Иры Ивановой режиссер нашла в архиве документов, оставшихся от съемок «Приключений электроника». Тот кастинг девочка не прошла, а вот Искра Бабич пробовать других актрис даже не захотела. Ирина идеально подошла на роль самостоятельной и взрослой не по годам девочки. Для Ирины роль в фильме «Мужики» стала единственной работой в кино. После выхода фильма «Мужики» Ирине поступило очень много предложений от режиссеров. Ее мама уговаривала продолжить карьеру актрисы, так успешно начатую. Но Ирина считала, что главную роль в своей жизни она уже сыграла. Самым близким человеком на съемках для Ирины стал актер Петр Глебов, сыгравший в «Мужиках» дедушку Полины. На съемках он опекал девочку, как родную. Сейчас биография Ирины Ивановой деликат кинематографа. Долгое время Ирина проработала документоводом в ГИБДД, откуда ей пришлось уйти по семейным обстоятельствам. Поскольку Ирина Иванова не стала знаменитой актрисой, о жизни до единственных съемок знает лишь узкий круг людей. Она родилась в Москве и с детства, по словам знакомых, была радостью отца и матери, а потом воспитателей и учителей. Известно, что семья будущей звездочки считалась интеллигентной и образованной. Поэтому в свободное время родители водили дочь в театр и музей. В юном возрасте Ирина отличалась уравновешенным поведением, поэтому вызывала настороженные отношения со стороны других детей. Правда, в саду девочка менялась и становилась жизнерадостной и бойкой, вызываясь на утренниках перед праздниками петь песни и читать стихи. Она обладала явным талантом, потому что в каждое выступление вносила собственные изменения и дополнительные штрихи. О личной жизни Ирины Ивановой не пишут глянцевые журналы. Она вместе с мужем спокойно расти троих детей. У нее нет инстаграма и открытых страниц, на которые могли бы подписаться поклонники. Поэтому никто не видит семейных фото, кроме родственников и друзей. Бывшая киноактриса призналась, что с законом супругом познакомилась благодаря единственному фильму в начале 90-х годов. Взрослый мужчина сразу влюбился в глаза девочки Полины и признаться в зародившихся чувствах стоило невероятных трудов. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!